Друзья мои, месяц назад мы были на поле двухлеток И сейчас мы не видим тут практически ни одного саженца Осталось тут 4 ряда, что ли? 5 рядов 5 рядов осталось Николай Федорович, рассказывайте, сколько здесь было гектар И как быстро это все убрали И что сейчас происходит после того, как выкопали саженцы Да, здесь есть одни работы Питанического труда Люди работали, значит, практически приезжали ночью И уезжали ночью Потому что есть такие моменты, когда подводишь итоги 4-летнего труда У тебя есть 300 тысяч контрактов И есть контракты, которые находятся достаточно северно Например, это, скажем, Черкасы или Сумы Это Украина Где у них надо побыстрее выселить, да? Тот же самый, тот же Ростов, скажем И в Ростове тоже достаточно прохладно Поэтому надо успеть саженцы выкопать Отсортировать Потом они должны быть опробированы службой контроля Анса, у нас такая служба есть, которая, наверное, даст фору вашему Росфельхознадзору По дотошности И вот после этого мы покажем вам отгрузку Вот мы начинаем отсюда Вот мы приехали сюда И вы удивились, а где этот лес? Где этот лес, да? Этот лес Здесь практически поле, вы видите, сейчас видно, что это поле бедное Это глина, вот она Это глинистая почва Она очень бедная Здесь вторая категория Значит, 30 с лишним, да? 32-34 бонетет Видите, здесь есть журавчик, включение Значит, она карбонатная почва Очень такая Достаточно Это почва, на которой растут спартанцы Вы когда увидите, какие саженцы Вы будете удивляться, откуда эти саженцы Они без орошения вот так вот выросли Ну и вы видите по характеру Здесь буквально вчера была выкопка И видите, почва сухая Почва сухая Мы знаем, как вырастить саженцы Без полива Для того, чтобы они были достаточно хорошо подготовлены Я еще раз процитирую Иоанна Владимировича Мичурина Который 140 лет назад сказал так Что на проблемах, которые имеют садоводы Большая доля вины лежит на спитомниководах Значит, мы иногда настолько Заласкаем и лелеем Значит, свои саженцы Что попадая уже в реальные условия На поле Они очень сильно стрессуют, болеют Иногда погибают И, кстати, к его чести Он не просто это сказал Он наследство получил Это город Козельск, да? Он наследство получил Очень богатый участок в пойме И там был его питомник И у него были красивые саженцы Он понял, что попадая вот в такие условия Саженец, он начинает Его начинает Он за ласком Он изнежен И он там начинает стрессовать И поэтому он продал этот участок Купил на бедной почве И вот слава Мичурина Она именно с того момента началась Потому что люди брали у него материал Который прекрасно приживался Хорошо выживал и рос То есть, если саженцы на достаточно бедных почвах То, соответственно, если их перенесем В более благоприятные условия Как случилось, судя по всему, с ростовским орехом Да? Да Он там показал феноменальный результат Потому что все были в шоке Я делал такой, значит, момент Ну, интригу Положили в чашку, значит, песчанцы, которые я привез И в чашку рядом И написал песчанский 1, песчанский 2 Я свою брошюру говорю Вот это, другого призу мне нет Вот кто правильно скажет Знаете, угадает Где молдавский песчанский А где российский, ростовский песчанский Я знаете, как угадал? Я смотрел этот прямой эфир Я думаю, Николай Федорович точно Песчанский 1 назвал молдавский По цифре 1 поставил молдавский Ну, понятно Ну, все, значит, запали вот этот крупный, этот светлый Начали, значит, и оказалось, что это не так Я, понимаете, с некоторым, ну, завистью так говорю Что молдавский песчанский проиграл по качеству Немножко российскому варианту Но с другой стороны я горжусь Как производитель Как отец Как отец Ну, да, как производитель Я орал, что мои саженцы показывают такие результаты Это, значит, есть легенда Про одного очень бедного, значит, калмыка У него ничего не было, кроме коня Этот конь постоянно занимал престижные места на скачках Как и баи, значит, его донимали за любые деньги, правду или неправду Купить коня он не продавал Он был бедный, но гордый И вот однажды у него этого коня украли Украли коня И вор на гайке, значит, в поры и погнал Он хватает первого попавшегося коня Садится и преследует И на каком-то этапе догоняет Вора На своем непобедимом коне Это его так достало Он говорит, идиот, отпусти поводья А тот дергал за поводью Тот отпустил поводья Конь рванул вперед и ушел Он потерял коня, но гордость о том, что конь Значит, остался непобежденным Вот это вот Ну, говорит о том отношении, которое нормальный хозяин Относится к работе Нормальный производитель относится Я, значит, был бы счастлив, чтобы и в Калифорнии И в Италии Чтоб Песчанский обогнал Обставил Молдовский Песчанский Да, Молдовский Песчанский Чтоб он обставил этих титулованных Чандлеров и все остальное И у него для этого есть все необходимые предпосылки Потому что он по зимостойкости фору дает вообще 13 градусов и 32 градуса А по качеству, если его нормального сделают Потому что у нас на презентации был в Ростове Косиков Николай Владимирович Он собственник, создатель фирмы Орехдон Он был с братом Леоном И он так, знаете, пришел сперва, знаете, извините, Миносяну У нас дела, дела И мы должны, вот мы на презентации будем, потом едем Ну, они так в сторонке стоят Мы бьем орехи Он так вытягивает шею, смотрит Поближе, поближе к народу Берет руки, его на что-то толкует Потом смотрю, значит, когда мы поехали в сад Он там среди людей Он не уехал Отодвинул свои дела Да, да, отодвинул дела И вот мы ему задали вопрос Говорит, орех, конечно, на порядок Он привез ящик продукта, который они делают из своего местного, вороньего ореха, так они говорят Это совсем другое качество И кому не лень, он посмотрит эти видео на нашем сайте И на, кстати, потом мы это делали, то же самое делали в Ставрополе В Ставрополе, да, да, да Женя это все снимал и для... Да, ссылочка будет вверху И он как профи был потрясен Он знает цену, цену темы, понимаете Он знает эту цену Он говорит, этот орех пойдет совершенно по другим ценам И поэтому я говорю, а как вы передумали с вашими планами? А мы подумали, что подберем землю и будем садить орех Так вот, именно наша задача Для того, чтобы пропагандировать молдавский орех Показать, что это не какая-то пустая болтовня Это конкретная программа, которая работает Работает в условиях Курска Там, кстати, в Курске, в Рыльске Уже 7 лет когольничану, который потряс всех качеством Значит, в Рыльске, значит, он себя показал В Ростове, в Песчанский Да и, по сути дела, я же говорю, вот здесь, в этих условиях у нас Абсолютный минимум 34,6 А в Ростове 32,7 Значит, по сути дела, тут более суровые условия Николай Федорович, давайте еще поговорим про оставшиеся саженцы Во-первых, хотел спросить Их как? Яблони не надо вручную листья снимать? Лист сам опадает у ореха? И у яблони тоже не надо снимать листья Это просто совершенно не соответствует биологии дерева Лист, если вручную снимаете, это все равно, что аскальпировать человека Потому что есть естественный процесс Или это определенная сумма эффективных температур наступает И у вас растение в нужный момент бросает листья Это команда «Лист упал», значит, это команда для кольневой системы Значит, она видит, что потребление уменьшилось, она впадает в спячку, в диапаузу Если мы шмыгнули эти листья, это просто-напросто травмировали растение Потом на каждом сломе это рана открытая, через которую проникает инфекция Но это делают люди потому, чтобы ускорить продажу, чтобы выйти на рынок в августе месяце Но это неграмотно, мы ждем пока, скажем, естественным образом ударит заморозок И тогда на границе между побегом и листом образуется слой суберина Это такое пробкообразное вещество И оно таким образом изолирует все каналы, все тяжи паренхимные По которым, скажем, питательство поднимается в лист, они спускаются, они закрываются И лист безболезненно отпадает Безболезненно То есть вот мы были месяц назад, все было в листьях А сейчас лист уже сам отпал Да, лист был на заморозок Потому что бывает и такая ситуация, что заморозок, ну, не приходит И тогда у нас в это время еще не копали бы саженцы Бывали, были случаи, когда мы копали 15 ноября Но мы никогда не шли против биологии орехов То есть никогда лист не снимался? Не снимался, потому что это потом отразится на жизнеспособности саженца Неизбежно, неизбежно Про лист выяснил, наверное, все А теперь почему пять-то рядов остались неубранные? У нас есть наши заказчики, наши партнеры У которых не подготовлена почва Которые находятся в дальнем зарубежье на заработках И которые перенесли свои заказы на весну И эти саженцы прекрасно перезимуют Они могли и в подвале перезимовать Но пускай они перезимуют под открытым небом Мы их в марте месяце выкопаем Они будут как огурчик, свеженькие То есть они перенесли посадку на весну Поэтому вы их оставили до весны Но здесь ведь много пять-то рядов Сколько здесь? Где-то около 8 тысяч Около 8 тысяч? Да Ну, значит, это то количество, которое у нас реально Ему лучше находиться в естественной природе А не где-то в складе Где мы должны ставить увлажненный песок Там создавать условия Пускай он ин витро, как говорится Ин вива, как говорится И вот снова вернемся к качеству нашей почвы Видите, это диски прошли на глубину 30 сантиметров И выворачивает глину Это натуральная глина И это еще раз говорит о том, что у нас почва здесь бедная И мы умудряемся на этой почве Вот такие саженцы выращивать Без полива и без подкормки Саженцы шикарные А почва? Глина, чистая глина Тяжелая глина Вот так вот То есть это он меньше 40, ну ладно, 40 сантиметров Да, вот ее пласт тут поднял Нет, не 40, значит где-то около 35 Ну да, 35, ну 40 сантиметров И то он уже зачеркнул снизу глину Когда мы говорим, что видите, вот такие пятна глины Да, 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 я уже обратил внимание Да Поэтому наши саженцы, они приживаются И это секрет, почему мы производим много саженцев Почему у нас много врагов Нас троллят Есть лояльная конкуренция Есть конкуренция нелояльная И кто-то платит деньги Нечистоплотным троллям Для того, чтобы они поливали грязью Тех, кто работает хорошо Это, в мире это есть И, наверное, еще долгие годы будет К этому нужно спокойно относиться Вот именно, я не реагирую Потому что для тролля Ему будет великий подарок Если кикарник начнет с ним диалог Это поднимет его рейтинг Точно, точно, точно Ну да, если, скажем, у тролля 300 или 400 Есть подписчиков А у меня уже 32 тысячи Скажем На ютюбе ссылочка на канал Николая Федоровича будет в описании К каждому нашему ролику Да И мы делимся секретами Вернее, не делаем секретов из нашей работы Естественно, у нас есть свои небольшие профессиональные тайны Потому что над технологией работали более 50 лет Я не хочу сказать, что это было успешные 50 лет Это было, скажем, 25-30 лет Когда мы работали или в ущербе Или на грани экономической эффективности Ну и, естественно, седина в голову Скажем, может быть уже Ну, беса уже в ребро, где там искать Может быть и подвижность не та Ну, про подвижность-то, вот секундочку, отвлечемся После наших съемок 4-го 3-4-го числа Октября Николай Федорович улетел В Душанбе Через Тегерам Через Тамбул, да Потом прилетел из Душанбе в Москву Из Москвы уехал в Харьков Из Харькова в Курск В Курчатов Да, из Курчатова в Ростов Из Ростова в Ставрополь Из Ставрополя вернулся к себе А, в Москву К себе И потом к себе И там 24-й семинар провел Да, как раз Ростсельхознадзор был 24-го числа И потом еще один семинар уже здесь был Да И потому я, в принципе Как, ну Для певца Для агронома голос Он может шепотом или кулаками там размахивать А для певца голос главное, да Он берегует голос У него специальные специалисты Которые следят за связками У меня получилось, что Надорвал связки Вот раз Мало, схриплю Ну, пройдет Ну, нагрузочка была у вас Не каждый молодой Ну, 18-18 тысяч километров Маршрут За 14 дней За 17 дней, извиняюсь Но, на самом деле Это очень великая работа Я посмотрел Часть семинара Который записывал нас Евгений Макликов, да То есть это очень великая работа И очень великая нагрузка То есть Женя 7 часов Только прямого эфира провел А сколько еще было между этим То есть это все там 9 часов Скажем так, что в Ставрополе Нас очень хорошо встретил Лысенко Сергей Николаевич Так, так, наверное Сергей Николаевич Это директор Ставрополь Винплодпром Хорошие условия нам создали Надежда Михайловна, по-моему Специалист по субвенционированию Очень интересную информацию Дала, которая для меня была интересна Она профессионал величайшей пробы И я думаю, что этот семинар Он у нас свою роль сыграет Вот я знаю, что даже после того семинара Подписали письмо О том, чтобы внести дополнение В программу субсидирования О том, чтобы разрешили в междуряде Высаживать другие культуры То есть по нашему законодательству Это получается практически нецелевое Использование субсидий Да, абсолютно верно Это очень Ну, такие обидные вещи есть И они больно бьют по По экономике По экономике фермера Потому что ореховые сады Это длинные деньги Ореховый сад Он окупается более Ну, не так быстро, как овощи Как, скажем, земляника или ягодники Ему надо 8-10 лет Чтобы он окупил затраты И начал работать И поэтому в междуряде 14-12 метров, 10 метров Первый год корневая система ореха Уходит на 70 сантиметров Это безхозяйственность не использовать Потому что мы видим в любом подворье Где есть орех Вокруг него все, что угодно растет Все, что угодно Чему орех позволяет расти Мы не должны забывать в этих случаях Что орех это хозяин Это программа максимум Что любые культуры в междурядях Это программа минимум Это временные гости там Но регламент должен быть четко проработан И оговорен И это письмо Люди Ну, люди Понимаете Черный пар Это убийство почвы Убийство биота Об этом уже всем ясно И вот Да, вот только черный пар Потому что все остальное не целевое Да посади ты Скажем, с каждым годом Корни будут распространяться А ты уходи Уменьшай после обработки И выращивай И в это время После уборочной остатки остаются Кормят почвенную биоту А потом надо систему сидератов Уже когда закончат с междурядными культурами Через год, скажем Междуряд их Сеять сидераты Заделывать их Чтобы кормить Этих маленьких дружинников И такое письмо было подписано Я думаю, фермеру тоже поддержит нас Обязательно Может вы его опубликуете Да, обязательно Без всяких проблем Я как раз Когда прямой эфир шел Я пишу там в комментариях Что сейчас, наверное Николай Федорович расскажет Про сливу Которую он вырастил И выкорчевал Об этом мы с вами как раз говорили Да, да Спасибо, что вы Свой опыт этот донесли До наших представителей власти Хочется надеяться Что они задумаются О внесении То есть это ведь на самом деле Ну никаких проблем нету Внести дополнение в эти законы И все Да В России Да, в любой другой стране Цивилизованной Все делается Согласно регламенту Да Не должно быть Никакой отсебятины И проектант Он профи Он никогда ничего не сделает В отступлении от регламента Поэтому надо просто Развязать им руки Да То есть надо донести Что это ценно Что это дополнительный заработок И так далее То есть это дополнительные деньги Будем говорить Значит 100 гектаров сада Междурядье 14 метров Потому что у вас много есть регионов Где нельзя поливать У вас нет воды И там посадить интенсивные Загущенные сады Невозможно И вот вы в первый год Из 14 метров 12 метров используете Для ячменя Из 100 гектаров у вас 90 гектаров ячменя Урожай 3 тонны Это На ваших полях Это Ну уже давным-давно Практика И больше получает Ну я говорю Минимум 3 тонны Вы имеете 270 тонн ячменя Цена у вас 8 тысяч Ну умножьте 270 на 8 Моих потенциалов Умственных не хватает Значит Это 24 миллиона Получается Ну кто Хорошо считает Тот посчитает Да Ну просто По крайней мере Вот это Во-первых Вы когда уберете ячмень Значит Солома останется Оставьте на месте Измельчите Это Сможет Больше Облагородить Во-вторых И влагу задержат Там И все Конечно Если будем Все-таки Я посчитаю Потому что Нет Просто вот Ну на самом деле Обидно Что есть Опыт И Опыт успешный По использованию Междуряди Да И он Очень логичный И когда Вдруг Вот такая Препон Ну это получается Всего-навсего 2,4 2 миллиона И 160 тысяч Да А 2,160 Да Ну не суть важна Да Нет Это важно Потому что Вы перепокрываете Все операционные затраты Конечно Я имею ввиду Не суть важна Что 2,4 Или 2,4 Какая разница Это все равно Деньги полученные Прибыль Да Да Россия Браво ей Она Субвенционирует Поддержит Не только Посадку Но и До плодоношения Выращивание Но если Скажем Она дает Мы уже Это слышали 30-40% Бывает Когда много Претендентов И меньше Так если Вы покроете 70-80% Или даже 100% И еще Вам дадут Дополнительные 30% Для того Чтобы покрыть Уже капитальные Затраты Понимаете Это тоже Немаловажно Поэтому Это все Работает А там И до переработки Недалеко Про которую Мы слышали Опять же В Ставрополе Что люди Там Все что угодно Используют И древесину И скорлупу Скорлупу И в разных Вариантах Да Не только ядро Вот именно Просто надо Быть немножко Смотреть Пошире на вещи И не замыкаться В каком-то Узком сегменте Это очень важно Да Мы конечно Это письмо Поддержим То есть Двумя руками За Двумя руками